Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! И сегодня не значительная тема, но она очень важна. С чего же начинается каменная работа? Конечно, с разметки. То, как вы поставите первый камень, то, как вы сделаете разметку, такая стена у вас и пойдет. Разметка. Вот главный маяк. И, как вы видите, наше крепление — это гвозди, и нитки — это наши маяки. Если вам необходимо достроить стену, и у вас есть начатая стена, то нитки заводятся за угол, или нитки продолжаются, скажем, 10-15 метров от того камня, где начинается стена или что-то там не начиналось, чтобы вам уже следить за ровностью ниток и стен. Нитка натягивается, заводится за угол, чтобы нам видеть всю ровность вот этой стены, которая идет. Иногда стены бывают вот такие, иногда бывают вот такие, то есть разные стены. То есть, чтобы видеть, видеть, где же ее занесло эту стену. То есть, чтобы не просто ориентироваться вот по последнему камню, а вот ориентироваться приблизительно по нитке. По нитке ты смотришь от края до того края, и чтобы это было ровно. Тогда это будет правильно. Если ориентироваться только по последнему камню, то можно накостячит. Я часто вижу, как мастера лепят нитку у крайнего камня. Это неправильно. Если у вас изгиб будет идти, тогда за крайний камень вы можете как-то там химичить. Итак, я натягиваю нитку по периметру дома, с одного угла к другому углу, где необходимо сложить стену. И после того, как я забил гвоздь, в гвозди специально по бетону, протянул нитку по периметру стены, длиннее на 15, 20, 30, и дальше той стены, которая будет поперек идти. Зачем я это делаю? Для меня это очень удобно. Во-первых, когда я ставлю первый угловой камень, мне не надо об этот гвоздь спотыкаться, так сказать. То есть, я свободно работаю мастерком, я могу срезать все, что внизу, возле камня, и мне не надо этот гвоздь зацепать. Мне эта разметка необходима для первого ряда камней. Потом я эти нитки натягиваю за угловые камни, и уже по этому первому камню, он как маяк всех остальных камней, которые тянутся, поднимаются вверх. Угловые камни. Сейчас вот сделал разметку. Почему я делаю приблизительно? Ну а как вы хотели сделать старый дом? Точно, если вы начнете делать, у вас потом со старой конструкцией пойдет нестыковка. Приблизительно необходимо, чтобы было плюс-минус туда-сюда, но чтобы это совпадало с бывшей конструкцией, и с той конструкцией, которая стояла. Это действительно приблизительно. Плюс-минус там сильно не измеряю. Изменять проект нельзя, невозможно. У нас в доме нет четкого квадратика. Такое ощущение, что мастер пришел, натянул нитки, поставил четыре угла, и от него начал отталкиваться. А на самом деле, если померить, в одной стороне 370, а в другой стороне 340, то не совсем ровные углы. А если не ровные углы, то тоже нужно подстраиваться под ту конструкцию, которая уже была сделана когда-то. Это не так уж страшно. Самое главное, чтобы это все хорошо держало. Если бы мы выравнивали все и сделали квадратный дом, у нас бы потом стены пошли, так сказать, дугой или еще как-то. Поэтому для того, чтобы стены были ровные, надо действительно выставить правильно нитки. Если мы будем делать там точно, вымерять ровно, как вы точно вымеряете, если у вас, во-первых, стены кривые, тут кривая стена была, где-то ровнее, то есть все это накладывается. Здесь камень вообще вытянут, вот такой большой, модерный камень. Сейчас мы его сбили, сейчас положим здесь, скажем так, камни. Загрем метор вот эту, вот это отверстие, которое есть, там немножко подравняем, везде подравниваем, и все, у нас будет уже не приблизительно, а точно. Что значит приблизительно для меня? Это когда ты делаешь точно, но смотришь по ситуации, как сделать, то есть если это можно, по плану сделать, и как есть, и потом состояние, в котором дом. Значит мы делаем. Вот приблизительно, вот смотрите, я сегодня ехал на мопеде, и что-то посмотрел на деревья, вот они стоят по-разному, какое-то подогнуто, какое-то за счет ветра наклонилось, а какое-то дерево вообще ровно. Вот вы можете так же подумать, как и я, что деревья и камни, они недалеко друг от друга, это та же самая схема, камень может быть кривой, но в ровной стене, камень может быть кривой, в кривой стене, камень может быть обработанным квадратиком, в ровной стене, то есть это как крона ровная стоит, и здесь все это взаимосвязано между собой. Но приблизительно, мы можем понять, вот эта дорогая кладка, а вот эта подешевле кладка, но она все равно красива, вот это дерево ровное, как иголочка, оно красивое, и вот это кривое, которое наклонено ветром, оно тоже красиво, оно по-своему красиво, но и то дерево, и это дерево, и то кладка, и эта кладка, и та кладка заслуговывает уважение, и эта кладка, вот что значит для меня приблизительно. Приблизительно, это сделать стену так, чтобы она смотрелась ровно. То есть, не просто пытаться ее выровнять по старой стене, надо смотреть приблизительно, насколько ее можно выровнять. Поэтому мы четко ориентируемся по размерам старого дома, но приблизительно. Точные размеры, там по плану 3,70, а у нас 3,80. Где-то может промахнулся архитектор, который когда мерил. Нужно ориентироваться по старым стенам, по старым контурам дома, и уже плюс-минус вымерять так, чтобы было как в прежние времена. Вот смотрите, как мы разобрали, вымели, почистили. Сейчас нужно еще водой помыть, и все, у нас стабильная платформа появилась. Здесь угол мы все-таки разобрали. Я посмотрел там, когда мы разбирали, и вот где-то именно трещины, и земля уже такая рыхлая прямо, ну, среди камней. Поэтому здесь тоже убрали, там где вот именно такая конкретная трещина была, чтобы тогда рыхлости не было. И все, и сейчас мы будем по-новому вымерять, каждый камушек класть, и уже потом посмотрим, что у нас будет получаться. Здесь мы будем заново заводить углы, и строить стены. Какая толщина стены для дома? Ну вот она, 60 сантиметров. То есть нормальная толщина. Сейчас, конечно, стараются 50 сантиметров туда-сюда, потому что расходы, цемент и все остальное. Ну, 60 сантиметров, видите? Как раз тут толщина, которая держит и тепло, и холод. Здесь фундамента не было, здесь просто была отсыпка, отсыпка, грунт совместно с землей, с камнем, и все, и на это построенный был дом, и стояло очень хорошо и долго. Любая нитка подойдет, но не та нитка, которая не тянет. Есть разные нитки. В строительных магазинах продаются определенные нитки, которые специально для той или иной работы. Если вам удобно работать с леской, натягивайте леску. Мне неудобно работать с леской. Мне удобнее работать с нитками, которые капроновые, потолще нитки. Если она слишком тонкая, с ней тоже неудобно работать. Нитку нужно хорошо видеть, ее легко сматывать. То есть, то, что удобно, то и берете, с теми работаете. Кому интересно, есть некоторые нюансы, мы снимали видео, какими нитками необходимо пользоваться, именно с камнем, когда работая, дело вкуса. Одному это удобно, а второму другое что-то. Но делать разметку не может быть, что мне удобно вот так сделать, и все. Нет, конечно, существуют определенные технологии, так и делаем. Размеры тоже нужно соблюдать. Все делается по проекту, все делается по размерам. Мастер сам устанавливает свои размеры. Потому что архитектурные просчеты тоже есть. Их слишком много. И на 40 см бывает разница между фундаментом и архитектурным проектом. Конечно, нужно ориентироваться на месте, спрашивать у архитектора или ведущего мастера. Здесь нужно, конечно, всегда разбираться. То есть где-то натянуть, где-то больше, где-то меньше. Но чтобы это было более-менее правильно, это нужно на месте смотреть. В следующем видео мы начинаем класть камни. Все, подписывайтесь на канал, стройте из камня, заходите к нам на сайт Мастера, зарабатывайте на камни. Субтитры сделал DimaTorzok